Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня продолжаем цикл видео из мультиплеера Soulstorm. Вашему вниманию предлагаю бой 3х3 за стер битвы. Поехали! Карта Месь Пэйна со мной в команде играет Брадер Максимус за Хаос и Астро Хироу. Выпали ему вроде как бы Эльдары. Против нас Ла Фрайс за Хаос, Ан Лизард за стер битвы и Мистер Шмидт за Тао. Так получилось, что мой знакомый зашел против меня, ну и решился сыграть. Посмотрим, что в итоге получилось. Струхироу сразу уходит в течь. Через 3 генератора играет. Брадер Максимус максимально быстро пытается застроить свою казарму, чтобы вывести, так понимаю, лорда. Да, это именно и происходит. Затем он строит оружейную. У меня здесь все по стандарту. Я пошел через течь, тоже не стал я рашить. Видя, что Астро Хироу отечества, смысла в этом не было. То есть в одиночку троих не передавить. Ну или по крайней мере двоих. Того, кто был на моем фланге и, соответственно, того, кто был в центре. Там был Мистер Шмидт. На этой карте ресурсов довольно много, но за них приходится бороться. Большая часть точек находится в центре. И, соответственно, по центру каждого из флангов. Кто их забирает, тот получает преимущество по влиянию. И, к тому же, по флангам находится термогенератор. Если вы их застраиваете, получаете дополнительную энергию. Проигрыш центра и флангов еще не означает, конечно, поражение в бою на этой карте. Но значительно осложняет геймплей для тех, кто их проиграл. Реликты, естественно, отдаем Струхироу. Потому что и Алча Крови, и, естественно, Святая хуже, чем Аватар. Но Аватара с Алча Чем Крови могут сравниться по эффективности, как юниты. Но дело в том, что Эльдару Аватар нужен еще для повышения лимита. По крайней мере, по технике значительно. Увеличивающий его на 10 единиц. Свой край я успеваю забрать раньше. Максимус не пошел захватывать свой фланг. Решил взять центр. Ну и бежит мистер Шмидт. Ко мне для того, чтобы остановить продвижение к базе Хаосита. Но он меня не видел, но решил посмотреть, что же тут происходит. А хотя нет, видел, он захватывал невидимкой пост. И вот он решил разобраться. Заструхиваю со мной. Только миссионера я повел для подсвета, если на тебе. Произошел опять небольшой баг. Залипла канониса. А вот теперь застрял у мистер Шмидта и его командор. Сцепились. В последний момент ему удается оторваться. Тем не менее, я его добиваю, но... Убежать тоже не удается. Подходит Хаос и мистер Шмидт вместе с ним расстреливают. Размен командира на командира вполне себе. Нормальный на Т-1. Считывая, что у меня было значительно больше ресурсов. Это особо большой проблемой не было. У мистер Шмидта было пять захваченных точек, но... ...только три застроек. А Анлизард непонятно что-то за маневр совершает. Наделал толпу сестер битвы на Т-1 и... ...мигрейженами... ...дочерями Императора пытается раздавить грязного еретика. И что творит? Он стреляет по точке упорно. Я бы сказал, даже упорото. Его расстреливают и плазмой, и точкой, и еще и гранатометами. Но он не сдается. И второй отряд кладет. Вот что осталось от двух его отрядов сестер битвы. Расстреливает меня здесь, как видим, мистер Шмидт. Подсвечивает невидимкой. XV-15. А воины... ...достают. Но тут приезжает Аструхиру. И... ...лафа закончилась. Дамаг они довольно слабый наносят по... ...фалькону. Поэтому он спокойно их разбирает. Сюда же бежит, видите, и... ...брадер Максимус. Соответственно, я создаю еще одну канонесу. И буду нарушать точку. Нан-Лизард продолжает использовать ту же самую тактику, что избрал с самого начала, то есть спам сестер битвы. Абсолютно не Грейшина. Чем-то взял реликвенную точку. Себе... ...шпыхая сегла сдал. Он был более вменяемый на вид. Ну а Нан-Лизард считал, что... ...он ее достоин больше. Плюс он забрал, видите, край со стороны Максимуса и при этом не застроил там точки. Очень долго задержался Т-1 Мистер Шмидт, видите, антитеха у него нет. И, по сути, ничего он тут сделать не может против фальконов. Струхиру не стал с ним перестреливаться, отступает на базу к хаосу для того, чтобы рабов расстрелять. Видит, что он здесь пытается достроить свои врата машин. У меня идут первые Селестьянки. Ну а у Ан-Лизарда идет очередное стадо а-ля Тиранид. Ну, в общем, мы все были в течи. И Максимус течился, по сути, и Астро Хироу, и я. У них было непонятно что, разброд шатаня. Ну, вроде как, играл через масс Мистер Шмидт. Через массу помвоинов, и вот пришлось им командира делать. Хаос играл в полутечь. Ну а сестра, это вообще кадр. Я имею ввиду Ан-Лизар. Он играл в мощное Т-1 без грейжных мистер. Уж если он собирался рашить, то надо было делать огнеметы. И почему он свой край застроил, это тоже непонятно. Ну, после того, как он слил два отряда своих стерпитов на точке и на лорде, о чем тут говорить. То есть он сливает в сумме четыре отряда и две канонисты. Снова здесь лежит целое кладбище сестеринское. И пятый отряд лежит. Пятый отряд. Не больше, не меньше. Если бы у него армия была с огнеметами, то он мог бы противостоять, в принципе, и технике. Хотя бы как-то. Смог бы противостоять, соответственно, культистам Максимуса и его лорду. Ну и разнести у него точки. Но он не сделал тяжелое вооружение. Плюс Максимус скрывает своих культистов. Но если бы сестра была бы нормальная, то без проблем бы это все подсвечивалось. Присоединенным к отрядам миссионеров. А по сути у него, конечно же, должно было быть Т2 и конфессор. Выводить своего хищника. Хасит. Не отступаю, потому что не хватает. банально Ресов, и ждал я Конфессора. Плюс дополнительные отряды Селестианок. Всё было на пределе, но приток неплохой. 158-90. Тем не менее, войска зря сливать не хотел. Ну вот, мы видим, что делает у нас Анлизард. Он строит турели. Турелька Мастер. Вот ещё одна турель. ААА класс. Может быть, даже АААА класс. То есть, 3А здесь недостаточно. Если бы он просто бы строил турели, это было дело одно, но он же слил ещё и 5 отрядов Сестёр, не Грейли. Это на 1А больше. Брат Максимус играет через достаточно такое солидное. Д2 это не фул, конечно, Д2. Он не наспамил крабов на весь лимит свой, но достаточно много их. Затворил. Я играю максимально через Селестянок, не давая противнику развиться до Т3. Если вы играете за Сестёр, лучше продавить на Т2. Он же об этом говорил. О, ещё, смотрите-ка, вышло. Три пака, не Грейш. И до сих пор нет оружейки. Зато мы видим очередную турель преисподнюю. Да, это серьёзный парень. Если вы его увидите в онлайне. Если вы создаёте игру Ноун Упс, можете смело его просить выйти. Но если бы он к нам зашёл бы вместо Максимуса, а Максимус зашёл бы к ним, было бы интереснее. Но ключевым игроком было Строхиро, то есть мы с ним играли гарантированно вместе. Максимус зашёл случайным образом, ну, соответственно, и у них тоже игроки случайным образом подобрались. Потому что, как бы, третьим-то планировался не Максимус в нашей команде, а Мистер Шмидт, но он зашёл чуть позже. И стали пересобирать игру, и решили сыграть таким составом. Выходит Хаус. Видишь, что он всё слил, и сейчас сливают два союзников. Видите, здесь Анлизер тоже готов, не стал ждать. Митер Шмидт доигрывает до конца. Выходить не стал. Ну, против троих он уже ничего сделать не смог, и плюс очень долго два выходил. Много наспамил на Т-1, но союзники у него были не пойми чего. То есть, один спамил бесполезно. В Т-1 огромное количество войск просто так слил, я имею в виду Анлизерд. Ну, а второй его союзник Хаосит полу-течь, полу-раш устроил. Вроде создал войска на Т-1, слил их, ушёл в Т-2. Притом, они проиграли точки, и, соответственно, у них не было особо много возможностей и ходов для отражения нашей атаки. Задавили в Т-2 массой. Даже, по сути, в Т-3-то переходить не пришлось. Что ж, давайте посмотрим на результаты. Ну, два хороших игрока у меня был в команде Максимус и Остро Хиру. У них Мистер Шмидт, ну, на тот момент он уже был, конечно, лучше, но его лишили точек, спасибо союзникам, и которые, половину из них не застроили после этого. Ну, и, соответственно, сестра у них при всём уважении к Анлизерду Нуб был. Хаос, что-то такое среднее между Нубом и Середняком. Поэтому тут без особых проблем побеждаем. 450 по армии я набираю, 785 Брат Максимус, по армии 505 Стро Хиру, минус 5 Анлизерд за сестёр. Хаос у них Лафраес 35 и 10 Мистер Шмидт. Подробный отсчёт. 30 юнитов я уничтожаю, 79 Брат Максимус, 61 Стро Хиру, 6 Анлизерд, 16 Лафраес и 19 Мистер Шмидт. 14 юнитов я потерял, 7 Максимус, 20 Стро Хиру, 88 Анлизерд, 26 Лафраес и 56 Мистер Шмидт. 7 зданий я уничтожаю, 8 Максимус, 3 Стро Хиру, они, соответственно, по нолям. Мы 0 теряем, 6 теряет Анлизерд, 3 Лафраес и 9 Мистер Шмидт. Ну, вот эти вот двое вышли, Мистер Шмидт доиграл до конца. 39 размер армии был у меня, 45 Максимус, 45 Стро Хиру, 8 и 7 Анлизерд, который вот спамил бестолковых сестер, 20 Лафраес и 48 Мистер Шмидт. То есть, по армии вроде как бы у них и больше было суммарно, но тем не менее, масса еще не значит победа. по ресурсам 12-300 я набираю 11-100 Максимус, 11-300 Стро Хиру, 5-600 Анлизерд, 5-900 Лафраес и 5-500 Мистер Шмидт. То есть, видите, каждый из них в два там и более раз проиграли нам по экономике, к тому же еще. По технологиям 380 у меня, 460 Максимус, 280 Стро Хиру, 540 Анлизерд, 70 Лафраес и 350 Мистер Шмидт. Ну и по общему счету 13-100 грубо говоря, набираю. 12-300 Максимус, 12-100 Стро Хиру, 6-200 Анлизерд, 6-1000 Лафраес и 5-900 почти 6-1000 Мистер Шмидт. Бой шел 12 минут 47 секунд. Довольно быстро для 3 на 3. Победа за явным преимуществом. Надеюсь, что данный бой вам понравился. Если да не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны на основной, на дополнительный. Уступайте в нашу группу ВКонтакте и оставляйте свои комментарии. На сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.